здравствуйте урок истории физики тема возникновение и развитие атомной физики сегодня по плану мы рассмотрим три вопроса первый вопрос модели атома атом резерфорда открытие атомного ядра и третий вопрос возникновение представлений кванта макс планк возникновение и развитие атомной физики немного остановим на предыстории основные этапы развития атомной физики возникновению атомной физики предшествовало развитие атомистических представлений о строении материи первоначальные идеи осуществила атомов как мельчайших, неелимых и неизменных частиц материи были высказаны в Древней Греции в V-III веке до н.э. Это Демокрит и Эпикор. В период становления точного естествознания в XVII-XVIII веках атомистические представления в различных формах развивали Кеплер, Гассиндин, Декарт, Бойль, Ньютон, Ломоносов, Башкович, но и многие другие ученые. Однако эти представления носили гипотический характер. И лишь с конца XVIII – начала XIX веков экспериментальное исследование свойств вещества привели к созданию атомистических теорий. На основе установлено количество химических законов и законов идеальных газов с начала XIX века. Стала развиваться химическая атомистика. Это Дальтон, Авогадро, Берцеллез. В середине XIX века четко разграничены и определены понятия атома и молекулы. Каницаро. И в 1869 году Менделеев открыл периодический закон химических элементов. Представления физической атомистики легли в основу развития молекулярной физики, в том числе кинетической теории газов, это середина XIX века, и классической статистической физики. Вторая половина XIX века Клаузиус, Максвелл, Больцман, Гипс рассматривал всю эту теорию. В конце XVIII-XIX веков начало развиваться учение о внутреннем строении кристаллов и их симметрии. Это такие ученые, как Гайюй, Бравы, Федоров, Шонфлис. Ученых, которые вот Бравы, Федоров, вы знаете по кристаллографии, про кристаллофизики. На основе атомистических исследований. Однако в XIX веке химическая и физическая атомистика и атомистика в кристаллографии не имели общей теоретической основы. Ею стала в XX веке квантовая теория строения атомов, молекул и кристаллов, созданная в результате развития атомной физики. Возникновение современной атомной физики связано с открытиями электрона до 1897 года и радиоактивности в 1896 годах. Они создали основу для построения модели атома как системы взаимодействующих электрически заряженных частиц. Важнейшим этапом развития атомной физики стало открытие Резерфорда в 1911 году атомного ядра и рассмотрение атома на основе квантов представлений Нильсом Бором в 1913 году. Резерфорд предложил модель атома, состоящего из центрального положительного заряженного ядра большей массы и размеров, малых по сравнению с размерами атома в целом и из отрицательно заряженных электронов, имеющих по сравнению с ядром малую массу. Он экспериментально обосновал эту модель опытами по рассеянию альфа-частиц атомами. Все свойства атома оказались связанными либо со свойствами ядра, их изучает ядерная физика, либо со свойствами элементарных оболочек атома. Строение последних определяет химические и большинство физических свойств атома и периодичность этих свойств в зависимости от основной характеристики атома в целом, величины положительного заряда его ядра, однако на основе законов классической физики не могли быть объяснены устойчивость атома, то есть ускоренные движущиеся вокруг ядра электроны должны непрерывно излучать и очень быстро упасть на ядру, и линейные атомные спектры, закономерность которых подчиняется комбинации принципу Ритца. Выход из этих трудностей нашел Бор, применив к а тому квантовые представления, впервые введенные Планком в 1900 году и развивавшиеся с 1905 года Эйнштейна и другими учеными. Основа квантовой теории атома Бора составляет два постулата. Итак, первый постулат Бора о существовании стационарного состояния атома, находясь в которых он не излучает, то есть стационарное состояние обладает определенными значениями энергии, в общем случае дискретными, из одного состояния в другое атом может переходить путем квантового скачкообразного перехода. Второе постулат Бора о квантовых переходах со звучанием определяемых условием частот. Эпсилон ИТАЕ минус эпсилон Р. Она равна АШНЮ, где НЮ – это частота поглощаемого или испускаемого монохроматического электромагнитного излучения. Эпсилон ИТАЕ и эпсилон РИТАЕ – энергии в стационарном состоянии, между которыми происходит переход. Постулаты Бора были всесторонне подтверждены экспериментально, оказались применимы для других микросистем, это молекулы атомных ядер, и получили теоретическое обоснование в квантовой механике и квантовой электродинамике. Для определения возможных дискретных значений энергии простейшего атома – атома водорода, в стационарном состоянии Бор применил классическую механику и предположение о совпадении результатов квантовой и классической теории при малых частотах излучения, что представляло первоначальную форму соответствия принципа, который Бор развивал в дальнейшем, придавая ему большое значение. Принцип соответствия сыграл большую роль в становлении квантовой механики. Рассмотрение, согласно модельной теории атома Бора, движение электронов в стационарном состоянии по законам классической механики при дополнительных условиях квантования, в частности, это при условии равенства момента импульса электрона на круговой орбите, целому кратному постоянной, то есть h делённым на 2π. Это условие часто неправильно включают в число по слову от Бора. И это всё позволило самому Бору, Зуммерфельду и другим учёным объяснить закономерности в оптических и рентгеновских спектрах и дать физическое истолкование периодического закона элементов. Однако, модельная теория Бора встретилась рядом трудностей при объяснении свойств сложных атомов и простейших молекул. Уже для атома гелии и молекулы водорода, что было связано с использованием классической механики и имело принципиальный характер. Эти трудности были разрешены на следующем этапе развития атомной физики, созданием, начиная с 1925 года, последовательной квантовой теории. Модель атома Резерфорда. Новую модель строения атома Резерфорда предположил, как мы уже сказали, в 1911 году на основе анализа экспериментов по рассеиванию альфа-частиц в золотой фольге, проведённых в 1909 году под его руководством. При этом рассеяние большое, неожиданно статистически необъяснимое количество альфа-частиц рассеивалось на большие углы, что свидетельствовало о том, что центр рассеяния имеет небольшие размеры. В нём сосредоточен значительный электрический заряд и масса атома. Как вы видите, рассеяние альфа-частиц в атоме Томсона и в атоме Резерфорда. Вот это вот в атоме Резерфорда. Посмотрите, альфа-частицы на какой угол отклоняется, но очень большой угол. Ядро имеет положительный заряд. Планетарная модель атома Резерфорда. Первое, это он имеет, атом имеет форму шара, в центре которого находится ядро. как вы видите, вот оно положительно заряженное. Ядро имеет очень малый размер. Третье, ядро имеет положительный заряд. Четвёртое, почти вся масса атома находится в ядре. И вокруг этого ядра движутся, как вы видите, электроны. Здесь вот ещё и нарисован эллипсом. пунктирными линиями их движения. Расчёты Резерфорда показали, что рассеивающий центр, заряженный положительно и отрицательно, должен быть, по крайней мере, в 3000 раз меньше размера атома, который в то же время был известен и оценивался как примерно 10 минут 10 степени метра. Поскольку в то время электроны уже были известны, а их масса и заряды определены, то рассеивающий центр, который позже назвали ядром, должен был иметь противоположенный заряд электронам. Резерфорд не связывал величину заряда с атомным номером. Этот вывод был сделан позже, а сам Резерфорд предположил, что заряд ядра пропорционален атомной массе. Связь электрического заряда ядра с атомным номером химического элемента установил Генри Мозли в экспериментах, который был выполнен в 1913 году. Недостатком именно этой планетарной модели была невозможность объяснения устойчивости атома. Из классической электродинамики следует, что так как электроны движутся вокруг ядра, испытав при этом центростремительные ускорения, как планеты вокруг Солнца, то они по законам классической электродинамики должны излучать электромагнитные волны, теряя при этом на излучении кинетическую энергию орбитального движения и в результате упасть на ядро. Расчеты, выполненные с помощью методов классической электродинамики, показывают, что электроны должны упасть на ядро за время порядка 10-11 степеней секунд. И это противоречие было снято последующим развитием планетарной модели в модели атома Бора, постулирующей другие, отличные от классических законов орбитального движения электронов на основе волн Дебройля, полностью противоречащие эксперименту вывода классической электродинамики, смогло объяснить развитие квантовой механики. Как видите, перед вами модель Бора. Она тоже имеет планетарную модель. Боровская модель подобного атома Z это заряд ядра, где отрицательно заряженный электрон включен в атомной оболочке, окружающей малой положительно заряженной атомной ядро. Переход электрона с орбиты на орбиту сопровождается излучением или поглощением кванта электромагнитной волны. То есть вот посмотрите, из одной орбиты в другую орбиту идет излучение ашню энергии из одной орбиты в другую орбиту. Открытие атомного ядра. В 1911 году, как мы уже говорили, Резерфорд в своем докладе рассеяние альфа и быта лучей и строения атома в философском обществе Манчестера заявил, рассеяние заряженной частиц может быть объяснено, если предположить такой атом, который состоит из центрального электрического заряда, сосредоточенного в точке и окруженного однородным сферическим распределением противоположного электричества равной величины. При таком устройстве атомы альфа и бета частицы, когда они проходят на близком расстоянии от центра атома, испытывают большие отклонения, хотя вероятность такого отклонения мала. Таким образом, Резерфорд открыл атомное ядро с этого момента и ведет начало ядерная физика, изучающая строение и свойства атомных ядер. После обнаружения стабильных изотопов элементов ядро самого легкого атома была отведена роль структурной частицы всех ядер. С 1920 года ядро атома водорода имеет официальный термин протон. В 1921 году Лиза Мэттнер предложила первую протонно-электронную модель строения атомного ядра, согласно которой оно состоит из протонов электронов и альфа-частиц. Однако в 1929 году произошла азотная катастрофа. Это Гайтлер и Герцберг установили, что ядро атома азота подчиняется статистике Боза-Эйнштейна, а не статистике Ферми Дирака, как предсказывала протон-электронная модель. Таким образом, эта модель вступила в противоречие с экспериментальными результатами измерений спинок и магнитных моментов ядер. В 1932 году Джеймсом Чедвигом была открыта новая электрически-нейтральная частица, которая называлась нейтроном. В том же году Иваненко и независимо Гейзенберг выдвинули гипотезу о протонно-нейтронной структуре ядра. В дальнейшем с развитием ядерной физики и ее приложений эта гипотеза была полностью подтверждена. Вот перед вами Джеймс Чедвиг, который открыл нейтрон и в 1935 году он же стал лауреатом Нобелевской премии. Нейтрон как вы видите от латинского слова он переводится как не тот не другой. То есть это тяжелая элементарная частица не имеющая электрического заряда. Также написано перед вами данная информация о том, что эту частицу назвали нейтронами и обозначают ее через букву Н. Масса нейтрона посмотрите перед вами 1,6 или 0,7 если округлить 10,27 степени килограмм то есть заряд нейтрально. Эксперимент по обнажению нейтрона вот он имеет следующую структуру так это полоний так это излучение альфа-частицы нейтроны посмотрите после альфа-частицы тут нейтроны затем уже протоны бериллий парафин и так далее возникновение представления квантов Макс Планка квантовая теория альфа-частицы в 1900 году Макс Планк выдвинул гипотезу что атомы испускают электромагнитную энергию порциями то есть квантами как вы знаете энергия кванта Е равна H ню H здесь это постоянная планка она равна я знаю вы знаете тоже что 6,63 10-34 степени джоуль на секунду и этот квант электромагнитного излучения называют его фотоном перед вами Макс Планк Макс Планк после 5 лет исследований проблемы излучения абсолютно черного тела применяет к этому излучению метод максимальной энтропии Джозай Уилларда Гипса для вычисления энтропии континуума гармонических осцилляторов Планк применяет искусственный прием замену непрерывного инспектора энергетического состояния осцилляторов дискретным шагом пропорциональным частоте осциллятора то есть Δε равна Ню намереваясь далее устремить величину Н к нулю для перехода к правильному непрерывному распределению Самым интересным оказывается то что полученная формула правильно описывает спец излучений без использования предельных переходов Планк долго не решается обнародовать это открытие В разговорах с сыном он утверждает что он чувствует либо это открытие первого ранга сравнимое может быть лишь с ньютоновской механикой либо полнейшая ошибка как вы знаете это было великое открытие В конце 1900 года в немецком физическом обществе Курлбаум и Генри Рубинс читает доклад о новых прецизиозных измерениях спектра излучения абсолютно черного тела и сетует что их сведения невозможно сравнивать с теоретическими из-за отсутствия корректной теории этого излучения Планк приглашает Рубинса к себе домой на чашку чая и параллельно они сравнивают свои результаты обнаруживается превосходное согласие теории эксперимента 14 декабря этого же года на следующем заседании немецкого физического общества в Берлине Макс Планк открывает новую эру физики это есть квантовая физика в науку входит вторая фундаментальная постоянная введенная Планком квант действия первая была постоянная Больцмана как вы помните из формулы Планка следует закон смещения Вина и закон излучения Стефана Больцмана она связывает между собой постоянную Больцмана постоянную Планка число Авагадра и заряда электрона на основании измерений Отто Люмера и Энсте Прингсгейма Курльбаума и Генриха Рубинса и Фридриха Пашена Планк получает значение постоянного Авагадра и заряда электрона с точностью порядка 5% что намного превышает точность их экспериментальных определений в то время На этом мы лекцию заканчиваем и в конце я предлагаю вам литературу и прошу ответить на следующие вопросы Первое Какие существуют модели атома? Возникновение представления о квантах и какими учеными были открыты оптические свойства атома На этом урок закончен До свидания